Здравствуйте! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Елена Бабкова и главное в выпуске. Первая трагедия на воде. На Ами тонкий лед не выдержал школьника. За фиктивные ДТП получили реальные сроки, как мошенники разыгрывали аварии на дорогах Омска. И не беспокоить до весны. Сон сморил первого медведя в Большереченском зоопарке. В Омске утонул школьник. Следователи проводят проверку. Известно, что несчастный случай произошел накануне на реке Он в районе Первой Восточной. Восьмилетний мальчик ушел под лед. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии. Спасатели просят Амичей предостеречь детей от несчастных случаев и держаться дальше от водоемов. Они проинспектировали береговую линию Вертыша и озера в черте города. Оказалось, лед еще очень тонкий. Из-за затянувшейся осени ледостав не образовался. Однако некоторые Амичи не боятся и уже прогуливаются по тонкой поверхности. На озере Чередовое встретили несколько рыбаков. Словли им рекомендовали повременить. Безопасным считается покров в 10-12 сантиметров. Сейчас он всего 2. Исходя из прогнозов, лед на реках встанет ориентировочно в третьей декаде ноября. Центр Омска перекроют для движения. Водителям советуют уже сейчас продумывать пути объезда. Здесь пройдет флешмоб «Сохраним жизнь». Его проводит госавтоинспекция. С 16 до 18 часов ограничат проезд по четырем улицам. Ленина, Тарская, Ивана Алексеева и Банковскому переулку. А вот парковка на этих участках запрещена уже с 7 утра. Здесь установлены информационные знаки и щиты. Акцию приурочат ко Всемирному дню памяти жертв второжно-транспортных происшествий. Полицейские накрыли банду сутенеров. Поводом для задержания стали жалобы двух потерпевших. В один из ночных клубов дамы устроились танцовщицами. Под угрозой жизни их склоняли к проституции. А часть гонорара забирали в качестве процента. Проверка информацию подтвердила. Преступников задержали бойцы ОМОНа. Организатором оказался житель Кировского округа, ранее судимый за вымогательство. Свою вину на допросе он так и не признал. Меня пытаются винить в каких-то там клубных делах, отношения к каким-то кубинкам, где я не имею ни малейшего отношения совсем. Не знаю. А кубинки чем занимались? Проституцией, наверное, здесь. Это он танцами. Танцевали же они. Ну, получается... Сейчас устанавливают причастных к организации вымогательств. Главные подозреваемые уже под стражей. Возбуждено уголовное дело. Сутенёрам грозит до 7 лет тюрьмы. В «Авангарде» рассказали, куда увезли арену Омск. Ранее депутацию горсовета задались вопросом, куда делся строительный мусор после разбора спорткомплекса. Оказалось, почти 38 тысяч тонн отходов – это бой кирпича, бетонный и железобетон – перерабатывают в строительные смеси и повторно используют в строительстве. Металлолом также переработают. А ещё свыше 250 тонн мусора увезли в Курган на полигон. Ранее сообщали, что креслам и трибунам, которые демонтировали ещё до сноса спорткомплекса, дали вторую жизнь. Их установили на стадионе «Красная звезда». В области завершают ремонт дорог по нацпроекту. В этом году по федеральной программе отремонтировали 20 магистралей в области и 17 в городе. Эксперты уже отметили, что подрядчики подошли к работе более ответственно. В этом году нарушений при ремонте выявлено гораздо меньше, чем в предыдущей. В 2020-м Омской области запланирован ремонт 13 магистралей и капитальный ремонт двух дорог в области. А также обновят 26 участков в Омске. Вообще же нацпроект «Безопасные качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года. Кстати, следить за состоянием отремонтированных магистралей компания-подрядчик теперь будет в течение не двух, а пяти лет. Со следующего года с дорожниками будут заключать так называемые контракты жизненного цикла. Они обяжут фирму содержать обновленный участок, а также ежегодно наносить разметку. Такие работы будут проводить в течение пяти лет. Соответствующие поправки уже утвердило региональное правительство. В областном правительстве наградили представителей студотрядов. Бойцы отмечают двойной юбилей. В этом году исполняется 60 лет со дня основания российских студенческих отрядов и 55 со дня создания организации в Омске. Решите мне от имени и по поручению губернатора Александра Чебуркова, всех членов правительства, поздравить на самом деле с этим серьезным двойным праздником вас. У областного студенческого отряда очень долгое и плодотворное будущее. Потому что те славные традиции, которые были заложены 55 лет назад, на протяжении всех лет они поддерживаются и приумножаются. Студотрядовцев наградили грамотами и памятными медалями. Сегодня хомские ребята трудятся на крупнейших стройках страны, работают на космодромах Восточный и Север, принимают активное участие в международных проектах Росатома. Амичи известны своей трудоспособностью и напором. Многих приглашают остаться в разных регионах страны для продолжения карьеры. Не слукавить, могу точно сказать, с уверенностью, что тот опыт, который был получен в Омском областном, я его использую на сегодняшний день в своей работе. В студенческих отрядах тот карьерный опыт, который люди получают, он приводит людей к определенным карьерным успехам, достижениям. И это так. Сегодня я уже руковожу определенными процессами, связанными в том числе со студентами Госкорпорации Росатом. Торжественные мероприятия продолжаются вечером. На сцене концертного зала состоится юбилейный слет. На него приглашены больше тысячи человек. Там же закроют третий трудовой семестр. 18 автомошенников приговорили к лишению свободы. За год они инсценировали 20 ДТП и похитили у страховых компаний больше 4 миллионов рублей. Суд доказал, что мошенники работали по предварительному сговору. Схема была такова. Подстраивали ДТП, затем изготавливали фиктивные заключения о стоимости ремонта машины, а документы отправляли в страховую и получали выплаты. Для разных аварий использовали одни и те же автомобили. В итоге 13 человек получили условные сроки. Еще пятерых приговорили к колонии общего режима от 2 до 5 лет. Больничный режим разнообразили сказками. Маленьким пациентам омских больниц артисты городских театров читали книги. Такую акцию провели впервые. Расчет на то, что это поможет отвлечься от мыслей о болезнях. Волонтеры побывали в областной детской клинической больнице, а также больницах номер 2 и 3. Подробности в нашем репортаже. Вместо таблеток и уколов сегодня книжки и раскраски. Актриса Анна Сосой за сказочника. Читает «Страну чудес» Дарьи Донцовой. Глава 15. Жизнь гномов. Роль привычная. Каждый вечер женщина читает и своему шестилетнему сыну. Уверена, хорошая книжка – лучшее лекарство от грусти. Пометуя о том, например, как я лежала в больнице, было достаточно скучно. А это, извините, это целое мероприятие. И еще послушать книжку, получить в подарок, еще и порисовать, пообщаться. Опять же, это может быть стимул к выздоровлению. Добрую сказку о любви и настоящей дружбе Анна не успела прочитать до конца. Не уложилась по времени в больничный режим. Однако, чем закончилась история, ребята узнают. Каждый получил книгу в подарок. Восьмилетняя Вика сегодня в больнице первый день. Когда выпишется, девочка еще не знает. Но признается, пока ей все здесь нравится. Мне очень понравилось, как читали сказку. Там были животные, и одна загадала плохое желание. Она его точно не сформулировала, и получилось все наоборот. В кардиологии и ревматологии для детей пациенты с пороками сердца, патологиями суставов. Многие страдают хроническими заболеваниями. Ложиться в больницу им приходится по несколько раз в год. Праздник с книгами и подарками отвлечет юных пациентов от больничных будней, уверены врачи. Детки обрадовались, заинтересовались, очень живо приняли участие. Очень важно организовать им досуг, и чтобы в это время препровождения для них было не только воспринималась болезненная процедура или манипуляция, но и в том числе, чтобы им было интересно, и они с пользой проводили свое свободное время. В Омске хотят установить ледяные скульптуры персонажей из мультфильмов. Администрация Советского парка и парка имени 30-летия в ЛКСМ уже подготовила концепт фигур. Сейчас ищут инвестора. По задумке авторов, на территории зоны отдыха должны поселиться символ наступающего года мышь. Компанию ей могут составить миньоны, Эльза из мультфильма «Холодное сердце» и персонажи «Красавица и чудовище», а также «Король лев». Новую часть трилогии «Столпы севера» зрители 12 канала увидят в эфире уже завтра. В основе второго фильма «История храма великомученицы Екатерины», расположенном в Тарском районе. Эту часть трилогии снимали дольше всего. Съемочная группа трижды выезжала в Тарский район. Все для того, чтобы рассказать зрителям об уникальном памятнике деревянного зодчества, который был более 150 лет, простоял в тайге. Это самая большая по размерам сельская церковь Сибири. В годы советской власти храм лишили купола, колонны, колокольни, но здание выдержало. Долгое время здесь находился клуб. Герои картины – люди, хранящие память о былом величии храма. Снялся в этом фильме и популярный российский рэп-исполнитель Андрей Познухов из группы 2517. Авторов уже пригласили показать ленту на большом экране на севере региона. Но первыми венец Екатерины увидят зрители нашего телеканала. Премьера в субботу в 19 часов 10 минут. Фильм получился, на мой взгляд, очень душевным, такой проникновенный, там такие истории, людей, судьбы. Мне кажется, этот фильм получился немножечко другим. Там такая связь поколения, современной молодежи и тех, кто давно живет в этом крае. Я очень хочу, чтобы этот фильм посмотрели телезрители всей семьей, вот тихим, уютным, семейным вечером. И тогда, может быть, мы станем все чуть-чуть, чуточку добрее. Добрые дела мечей будут заносить в Доброкарту. Одна из благотворительных организаций города получила грант на необычный проект. Деньги потратят на разработку и печати буклета с адресами добровольческих центров. Пока существует цифровой вариант. Пользуясь подсказками, мечи смогут сориентироваться в разных вопросах. К примеру, узнать, как можно передать нуждающимся одежду и обувь, хостовары, канцелярию, продукты и игрушки. А также организовать занятия спортом, сдать кровь, приютить животных или передать для них корм. В Большереченском зоопарке постепенно стали засыпать медведи. Первая уже по традиции сон сморил кроху. Медведица – знатная Соня. Раньше всех попадает в спячку и просыпается позже остальных. Она уже несколько дней не выходит из берлоги. Крайне редко по вольеру стали гулять и бурые мишки Фома и Маша. Спокойнее стала и обычная игривая Соня. А вот гималайцы не по сезону активны. Медведица Даша целыми днями прохаживается по вольеру. А любимец посетителей Кузя в снежную погоду устраивает представление. Он опять выгреб все сено из домика, ему все жарко. И лежал на этом сене. Прямо он крутил колесо, он баловался, когда было тепло, падал снег всю ночь. Сотрудники зоопарка продолжают усиленно кормить медведей, чтобы у животных образовалась достаточная жировая прослойка. Порции увеличены ровно вдвое. Миски будут пополнять и после того, как мишки уйдут в зимние квартиры. А прекратят через неделю, как только хищники перестанут выходить из берлог. А мечам покажут магию театра. Выставка монет под таким названием открылась в Омской драме. В экспозиции 19 фотополотен, на которых запечатлены памятные монеты. Они посвящены юбилеям крупнейших театров страны, а также композиторам, писателям и театральным режиссерам. Для удобства посетителей фотографии сделали очень крупными и установили их на мольберты. А вот сами монеты хранятся в музейном собрании Банка России в Москве. Сделаны они из драгоценных металлов. Увидеть магию театра можно до 29 ноября. Меломанов приглашают в необыкновенное путешествие по оркестру. Омская филармония устраивает необыкновенный концерт, презентацию инструментов симфонического оркестра. Коллективу впервые за полувековую историю обновили всю инструментальную базу. Струнные, духовые и ударные. Это 68 единиц. В том числе и уникальный клавесин. Точная копия старинного инструмента 1648 года. Специально для его презентации приедет пианистка Анна Кислицына, бывшая амитчика, сейчас проживающая в США. Концерт намечен на 23 ноября. В этот вечер музыканты выйдут на сцену в неожиданных образах сказочных героев и устроят увлекательную экскурсию в мир музыки. Билеты можно приобрести в кассе филармонии. Далее в нашей программе прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полный выпуск программы частных новостей. Завтра, 16 ноября, по региону возможен снег. В Омске без осадков и облачно. Температура в городе ночью до минус 14, днем 5 градусов ниже нуля. В районах ночью 17 градусов мороза, днем термометр покажет минус 10. Ветер юго-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр рутутного столба. На этом пока все новости. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»